Всем привет! Вы на канале спортклуба НК Сбайкал. С вами Александров Евгений. И сегодня у нас такой авантюрный поход. Вверх по Снежной. Сейчас мы идем на 20 километров и заходим вот в ночь. Вот так вот за собой ветер задувает зелье. За собой тащим рюкзаки, потому что на себе будет их тяжело тащить. Конечная цель это подняться на Соболинные озера, найти там зимовье, переночевать и подняться на водопад Сказка. Сегодня посмотрим, как у нас получится подняться до Стрелки. Я видел там река, она во многих местах не замерзла. Я не знаю, есть ли там тропа, есть ли дорога и возможно ли вообще перейти. Поэтому сейчас мы на теплых озерах на турбазе. Стартуем отсюда. Время без пятнадцати одиннадцать. Ну, я даже не хочу загадывать, как мы доедем. Есть след Бурана. Река еще не замерзла, но мы пока идем вдоль реки. Я не знаю, видно или нет в ту сторону. Луна яркая светит. Ветер сильный. Но потихонечку идем, уже минут тридцать. Пока все нормально, пока все получается. Нашу дорогу пересекает след какой-то такой необычный, непонятный. Как будто вот там вот кто-то есть. Через след не знаю, не пойму. А мы уже час в пути. Сейчас маленечко передохнем. И двинемся дальше. Так, что получается. Ну, шлепаем. Шлепаем уже два часа. Как-то дели снегоступы. Кто что-то на выжиг, уже не в моготу идти. Ну, вроде какая-то дорога есть. Двигаемся вдоль реки. Пока к речке не выходили. От нее уже порядком отдалились. Навигатор показывает, что ориентировочно около пяти километров напрямую до стрелки. Ну, не знаю. Посмотрим, как у нас. Пойдут дела дальше. Пока. Есть дорога. Правда, уже давно по ней никто не ходил. Но видно, что снег разгребли. Давно, видимо, проезжал снегоход по ней. Пока двигаемся по ней. Такие дела. Все остальные часа мы вышли к реке. А так-то она подзамерзла, конечно. Что? Я, мой. Да что, аж эти. Босик. Палки. Печатки. Постараемся прийти. На ту сторону. Здесь кое-где лед есть. Конечно, есть. Это опасность провалиться. Ну, а что делать-то? По этой стороне прижимки по лесу лезть невозможно. Мы потратили и уйму времени. Эннекович спасил. Вообще запарились. А аппарат будет проще. Проще все равно. Так что будем потихонечку стараться. Здесь по льду все скользить гораздо лучше. Поэтому постараемся пройти. Ну что ж. Момент истины. Мы пришли. Четыре часа утра. Слава Богу, оно целое. И нам не придется сразу возвращаться обратно. Даже не верится. Но все хорошо здесь. Дров, конечно, нету. Но это не беда. Это ерунда, конечно. По сравнению со всеми испытаниями, которые нам пришлось пережить, пройти. Все. Пошли таскать сюда вещи. Сейчас будем топить. Бутылки с подводки. Люди ездят сюда бухать. Не знаю. Даже. Прям. Состояние непередаваемого счастья. Дошли мы. Я уже начал сомневаться в какой-то момент. Но. Чудо случилось. Чудо случилось. Только у дров мало. Но будем искать. Должно вот. Там дров нету в этом. Но посмотрим. Сарайчиком. Поищем сейчас. Но сейчас вещи все затащим. И будем думать уже. Ну что. Пойдем за это. за вторыми ценами. Сели пить чай. Дров не нашли. Решили спать так. Вот. Горяченького чая скипятили. Сейчас попьем и. Укладемся. Завтра будем уже с утра все искать. Снегом завалено. Ничего нету. Пробежались. Сейчас. Время уже без пяти пять. Так что. Поспим и примемся за дело. Время уже было. Что случится. Как бы. Вот. Но вот и пришло утро. Мы. Пришли. И легли около. Пяти часов. Утро. Сейчас. Сейчас скажу. Сейчас. О девять. И мы выдвигаемся за дровами. благодаря тем людям которые здесь были последний раз и все сожгли нам пришлось ночевать в холодном зимовье и конечно таких случаях когда совсем все плохо начинает разбирать столы и лавки те кто пришел когда нет ничего когда надо обогреться срочно на нашей жизни ничего не угрожало в принципе на улице не так холодно но был конкретный дискомфорт потому что мы пришли мокрые уставшие и вот пришлось нам спать вот так вот прямо не затопив печку это очень плохо и мы там поспали несколько часов двинулись искать дрова потому что надо обогреться обсушиться самое главное и думать планировать наш поход да ну дальше вот неплохое дерево лежит здесь много случаев хороших можно бутылка обрубить и использовать как растопку растопка гитарм да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Спички гаснут Субтитры сделал DimaTorzok 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 по речке вверх не сидеть в зимовье не мерзнуть не греться не забегать через каждые 5 минут туда сегодня второй день нашего путешествия мы снова встали на снегоступы и выдвигаемся еще дальше вверх по реке по снежной к Саболиному озеру сегодня план зайти туда найти там зимовье и сделать ночевку для того чтобы завтра уйти еще дальше выше к водопаду сказка температура есть в зимовье градусник минус 9 всего ветра вообще нет вчера опять ночью дул вообще сильнейший ветер просто сейчас все спокойно тепло на улице просто благодать но тут тучки нависли над нами но это ничего не портит все отлично сейчас ходьбы и мы дошли до подвесного моста заваленного снегом а снег идет как песни поется на Саболино озеро осталось минут 5-10 ходьбы мы уже поднялись почти на самый верх тяжело идти с рюкзаками на снегоступах все равно ноги проваливаются поэтому мы делаем остановки часто отдыхаем вот здесь начинается Саболинное озеро или Саболинные озера называют почему так потому что вот впереди виднеются деревья там находится такой полуостров который разделяет водоем как бы на две части получается что первая часть здесь такая небольшая здесь находится и основная часть там поэтому иногда называют Саболинные озера как будто их тут два на этом полуострове частенько летом стоят группы сюда приходят и разбивают там лагерь здесь также много стоянок и по самому берегу сам берег он здесь такой тяжело по нему идти тропы есть но тут камни везде но там вообще по камням надо лезть и когда обходим само озеро когда вот идем на сказку летом очень тяжелый путь и у нас там не знаю сколько час или два уходит на то чтобы только само озеро пройти потому что вроде как не очень далеко но в связи с таким замысловатым ландшафтом все заросшее приходится там лезть и там нормальной тропы нет ну и из-за этого тратится много времени обычно обратно мы когда идем с водопада всегда идем по воде уже там уже терять нечего все обувь мокрая и это очень сильно экономит нам время ну вот он первый как бы водоем получается там вот камни дальше уже заканчивается от островок ну и там вода это вот мой вчерашний следы вчера сюда забегал где тропил смотрел дорогу анализировал как нам пройти и основное озеро за вот этим пригорочком ну вот оно озеро Соболинное самое основное большое зимой была у меня мечта здесь побывать никогда не был наконец-то она осуществилась мы видели на карте два зимовья ну вот там вот что-то похожее есть я вижу мы туда сейчас пройдемся там еще постройка была в конце на выходе из этого с этого озера там по тропе там посмотрим что ну там она летняя была не подзимное проживание там ничего не было такого ну и посмотрим может еще здесь зимовье найдем наша цель сейчас найти зимовье переночевать здесь и двинуться дальше к водопаду сказка вот мы дошли до конца озера а можно рассказать даже начало потому что здесь опять впадает силенгинка озера видите как оно здесь начинается оттуда мы пришли на все дела у нас ушло около часа мы шли не торопясь останавливались плюс там по следам еще маленечко отвлекались ходили смотрели ну мы все таки смотрели может быть там будет какое-то зимовье на берегу но кроме таких ветких ветхих построек мы ничего не увидели а там летние видимо домики сколачивали для того чтобы летом отдыхать здесь рыбаки такое популярное место люди любят сюда приезжать отдыхать заходить вернее ну а нам осталось недалеко впереди минут 15 ходьбы до зимовья здесь зимний пейзаж добавляет еще речушка которая не замерзла бежит как классно красиво вновь зашли в лес сейчас дойдем до первого распадка потому что по нему текет река вверх сверху вниз а нам надо будет вверх по этому распадку вверх по речке надеюсь у нас замерзла будет невозможность у нас туда подняться и дойти до нашей цели необычной необычной пейзаж здесь красивый впереди у нас небольшой мост снежный речка речка не замерзает почему-то кое-где я прихватила льдом необычной в местах бежит вон вдоль тропы стоят ветки воткнутые видимо для того чтобы если занесет след можно было ориентироваться ну что-то до зимовья недалеко осталось мы вышли в этот распадок по которому нам нужная река бежит не знаю как она называется здесь вот интересно намерзла льдая шапка такая сверху и прямо снизу слышно как вода бежит река эта бурная не знаю что там вверху делается и сможем ли мы вообще пройти дальше будет видно ну вот мост через речку это нас очень сильно ободрило это говорит о том что здесь рядом зимовье мы уже подустали конечно идти а вот кто тут такой интересный не знаю как назвать интересно как елки все прижало снегом они вниз стелятся вверху это дикие и далекие места людей что страшно подумать нам вот надо будет вверх куда завтра помчимся впереди показалось долгожданное зимовье что-то мы до него перли короче больше четырех часов получилось у нас все вместе завалено снегом полностью но ничего зато теплее будет темно ничего не видно все классно наконец-то мы пришли вверх Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот мы разместились в зимовье, там сушатся наши вещи, печку растопили, стало тепло, уютно, поразвешились, здесь вот на столе, у нас ужин, остатки ужина. Вот 7, 7 и 8, 7 километров 800 метров сегодня мы прошли. Вчера больше, потому что мы ночью заходили после 12, это все перешло, в пятницу вечером заезжали, получается, заходили полночи. И плюс еще в субботу я ходил, поднимался на Соболино озеро. Так что, поэтому туда все это приплюсовалось, там было 10, показал 10 километров. Готовимся ко сну, завтра с утра штурмуем гору, к водопаду с Каской выходим, потом возвращаемся, кушаем и выдвигаемся вниз к нашему нижнему зимовью на Стрелку. Сегодня у нас понедельник, начало 11 утра, мы выдвигаемся к водопаду Сказка. Улица настолько пасмурна, что кажется, что еще совсем раннее утро, чуть ли не сумерки. Идет дождь, фу, дождь, снег, но он такой похож, очень мелкий, пробрасывает. Температура минус 8 всего, ветра нет, все отлично, погода отличная. Все, по GPS смотрели, у меня там точка стоит, так как мы там уже были. Отсюда показывает напрямую 900 метров. Вроде немного, около километра все это. Но посмотрим, как нам удастся туда подняться, потому что река кое-где бежит. Вроде был лыжный след вверх. Но пока неизвестно, сможем мы, откуда он идет и сможем ли мы по нему подняться. Тут такие навалы огромные. И снега, и камней. Эта игра дремучая, одним словом. Ну, по основному руслу вода прямо бежит. И нам надо будет это все обходить. Поэтому очень сложно просчитать, сколько это все время не займет. А наша задача сходить, вернуться к зимовью, поесть и выдвинуться обратно сегодня вниз на стрелку. Так как завтра уже мы отправляемся в обратный путь домой. Вот здесь вот скатывается снег. Сейчас, конечно, это не опасно, но если ближе к весне, там накапливается. И, наверное, сюда неплохо так сходит. А здесь вот у нас следы парнокопытного. Причем такие большие. Вон, тут он все и стоптал, ходил тут. Мы просто сейчас видели, как снег туда сходил. Ну, немного. Но вот зрелище впечатляющее. Если туда конкретная шапка сойдет, то может и присыпать здесь, внизу как раз. В бензине. Тут летом-то очень тяжело идти. Ну, много времени занимает. Потому что приходится лезть вот так же по крутым берегам, там обходить. Прижимы разные. Спускаемся опять к реке, переходим в эту сторону. Чтобы не провалиться бы. Даже помню, как мы лазили здесь вот поверху, фотографировались. Давно-давно. Опа! Что-то не провалился. А вот если оттуда пойдет снег, то тому, кто будет находиться здесь, не сдобровать. Вот по той стороне идет склон, если я не ошибаюсь, который обходят. Поверху лезьте приходится вон там, круто. Крутой такой подъем и спуск. Потому что там прижим идет к скалам. Помню, как мы с ребятами лезли, страховали друг друга. Да, это вон там спуск. Опять стоит капкан на чье-то жилище охотники расставляют. Здесь вон какие скалы. Впереди он как навис снег. Для меня всегда была загадка, почему елки растут вниз, когда летом идешь, они вниз свисают. Разгадка вот она, ее прижимает снегом. Они всю зиму лежат вот так вот под снегом. И потом как лианы какие-то растут вниз. Но мы увидели много ловушек на соболей, я так понимаю. Не зря это озеро называется Соболинное. Ставятся они в дуплах. Видно, что дупла прямо сделаны искусственно некоторые. Для того, чтобы, видимо, там животные обживались какое-то время. А потом мы посещали эти жилища свои. Потом там ухотники ставят капканы и ловят. Как будто бы покопал. И белку, которую я видел, думаю, что это приманка для соболя. Такое озерцо. Тут недалеко, по-моему, осталось уже. Вот впереди такой туннельчик небольшой. Замысловатые фигуры делает природа. Очень необычно, очень красиво здесь. Есть такие, я скажу, не знаю, моменты неповторимые, которые нигде больше не увидишь. Но только вот в этих местах. В крайней мере, я не встречал его. Много естественных укрытий. Однако тут на любой случай жизни тут, вон какой. Прям я... Оно большое тут можно пару человеком разместиться. Не знаю, видно в камеру или нет. И спокойно переночевать вообще легко. Ни ветра, ничего нету. Не будет. Вход маленько приложить. Подзаложить. И... Нормально. Если горелочка есть. Вот мы дошли до водопада. Сказка. Конечно, сейчас он не такой впечатляющий, как летом. Летом здесь бурные потоки вылетают из скалы прямо. Но мы сейчас видим там наледь. И вот там вот вода, видимо, бежит под ней. Не знаю, попробую туда спуститься. Я уже провалился сейчас. Промочил ботинок. Поднялись мы вот оттуда. Короче, поднимались мы. Ну, меньше часа. Нормально. У нас еще есть время. Думаю, надо все-таки попробовать туда добраться. Мы потихоньку входим в ущелье. Двигаемся к самому водопаду. Рискуя провалиться. Там внизу нехило бежит. Просто очень хочется к нему подойти. Взглянуть на это зеркало льда вплотную. Взглянуть на это зеркало льда вплотную. Вон там. Внизу бежит. Так, близко не подходи-ка. Я сейчас пройду тут. Если не провалюсь, ты за мной. Ага. Здесь, вон, какие коми тоже падают вниз. Сюда нависают постепенно. Сейчас-то это не так опасно. Ну, ближе к весне, наверное. Когда огромные клубы снега висят, могут в любое время сорваться вниз. Летом мне сюда не удавалось подойти. Здесь близко очень сложно. Камни скользкие. Вода сильно шумит, бьет. Поэтому к нему здесь не подойдешь. Но зато есть возможность зимой добраться. Вот как тут прикольно вообще. Это, видимо, брызги были. Когда он еще тек. Вот. Вон какой. Массив льда. Вот отсюда, с этого ущелья, он вылетает вот сюда. Прям. Ух. Вот оно, само ущелье. Что там? Снег несет. Поднимается ветерок. Вот тут. Прямо. Какой лед. Жалко, что воду не слышно настолько большой слой льда, что где-то там она внизу бежит. Потому что, ну, речка-то бежит, и все равно она стекает оттуда. Ну, вот. Здесь ущелье дальше, выше идет. Снег разошелся. Еще одна цель достигнута, еще одна мечта сбылась. Побывайте зимой на водопаде сказка. Надо сказать, что это было трудно. Ну, вот мы уже и почти пришли. У нас ушло полтора часа на наш поход к водопаду. Поэтому у нас еще есть время. Уже интересная такая ванночка. Закрыта от снега. Поэтому где-то у нас есть полтора часа, чтобы обсушиться, отдохнуть, погреться. Ух, какая красота тут. И выдвинуться дальше. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...